Наступила осень и совсем скоро на смену теплу и солнцу придут холода и слякоть. В это время очень легко заболеть. Малейшая простуда ведет к ослаблению организма и тогда его начинают атаковать болезнетворные микроорганизмы, в том числе вирусы гриппа. Защитить от них поможет своевременная вакцинация. В поликлинике номер 2 стартовала кампания по иммунопрофилактике от гриппа. Подробности далее. Повышенная температура, насморк, кашель – всем давно знакомые симптомы. Ежегодно с наступлением холодов жители нашего города сталкиваются с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, среди которых грипп небезосновательно занимает особое место. Но Ольга Михалевская не боится вирусного заболевания и встречает осень во всеоружии. Делаю я прививку каждый год, стараюсь поддерживать, чтобы перенести эту зиму без болезней и чувствовать себя здоровым. Я думаю, что каждому человеку стоит делать эту вакцину. Грипп – довольно опасное заболевание, которое при отсутствии надлежащего лечения может привести к серьезным последствиям. Именно поэтому медицина разработала немало способов для предотвращения гриппа. Десятками исследований доказано, что самым эффективным из них является вакцинация или в просторечии прививка. Вакцинация защищает нас и от конкретного гриппа, штамма которого введены в вакцину. Ну и если человек прививается ежегодно, в принципе, готовится какая-то платформа для того, чтобы человек не болел не только тем типом гриппа, от которого привился, но и был менее восприимчив к другим типам, под типам гриппа и вообще к вирусным инфекциям. И если даже человек заболевает простудным заболеванием, то тоже на многочисленных исследованиях доказано, что вакцинированный человек переносит любую инфекцию вирусную легче, с меньшим количеством осложнений. Грипп быстро и легко передается от человека к человеку, протекает тяжелее других урвий и может приводить к серьезным последствиям и даже смерти. Каждый год в мире от гриппа умирает до 500 тысяч человек. Сегодня в поликлинике номер 2 используют отечественный препарат «Совигрипп», который содержит три штамма. Прививаем от нашего типичного гриппа Н1, H1N1, и от того, который у нас как бы циркулирует уже начиная с 2009 года, это А, H3N2, и от вируса гриппа В. То есть у нас трехвалентная вакцина. Вакцинации подлежат все слои населения. Сотрудники заводов и площадок, сфера обслуживания, медики, водители общественного транспорта, студенты и школьники. Но на особом контроле у врачей люди с хроническими заболеваниями. К ним относят жители города с сахарным диабетом, ожирением, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также курильщиков и лиц старше 60 лет. Если у молодого человека есть какое-либо сердечно-сосудистое заболевание, риск умереть возрастает в 104 раза. Если есть заболевания легких, курильщики, ваше внимание на это, то риск умереть даже у молодого человека возрастает в 240 раз. Если человек страдает с сахарным диабетом и сердечно-сосудистым заболеванием, то риск умереть возрастает в 480 раз. Вакцинация – это достаточно быстрая и безболезненная процедура. Она позволяет избавиться от необходимости пить лекарства от гриппа и стойко переносить все его симптомы. Кроме того, вакцина от гриппа способна сэкономить время, потраченное на лечении заболевания и восстановление сил после него. Для того, чтобы болезнь не распространялась, должны быть привиты не менее 90-95% населения. Но на градообразующем предприятии эта цифра не достигает и 20%. Большинство сотрудников отказываются от вакцинации, опасаясь, что сразу после прививки иммунитет ослабнет и появится больше шансов отправиться на больничный. На самом деле это миф, навязанный социальными сетями, уверяют врачи. И после вакцинации могут быть лишь небольшие побочные эффекты. После прививки в первые три дня может быть небольшое недомогание, ухудшение общего самочувствия, небольшое повышение температуры. Как правило, эти симптомы быстро проходят. Если более продолжительно сохраняются эти симптомы, появляется насморк или кашель, это свидетельствует о каком-то ином заболевании вирусном. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту. Заболеть после вакцинации невозможно, так как вакцина содержит убитые частички вирусов, оболочки. Поэтому если человек заболел, то, скорее всего, он уже был инфицирован каким-то другим вирусом. Человек становится невосприимчивым к заболеванию не сразу после прививки от гриппа. На то, чтобы иммунная система распознала компоненты вируса гриппа, уходит некоторое время. И чтобы предотвратить в нашем городе эпидемию в холодное время года, врачи и медсестры поликлиники номер 2 уже составили расписание выездов на площадки и начали прививочную кампанию. Иммунитет начинает формироваться уже где-то через 2 недели, а сохраняется в течение 7-9 месяцев. Поэтому вакцинироваться нужно заранее в осенний период. Врачи не устают повторять. Чем больше привитых, тем меньше риск развития эпидемии гриппа. А значит и смертельно опасных осложнений, воспаление мозга, сердечной мышцы и легких. Тем более сейчас прививку можно сделать бесплатно и в любое удобное время. Вся процедура займет не более 10 минут. Необходимо лишь прийти с паспортом в поликлинику, обратиться в регистратуру и направиться к вашему участковому врачу. Затем врач измерит температуру, чтобы исключить инфекционное заболевание. Сделает укол и грипп вам больше не страшен. Помоги городу выиграть миллион рублей с помощью телефонного приложения. Саров принимает участие в конкурсе среди городов Атомной отрасли миллион Росатома. Организатором которого выступает госкорпорация. Что необходимо сделать для участия и на что можно будет потратить деньги в случае победы, расскажем далее. Миллион Росатом – один из самых масштабных конкурсов госкорпорации. Он проводится с 20 августа по 20 сентября в 20 городах атомной промышленности России. Конкурс реализуется в рамках социального проекта «Росатом вместе» информационного альянса «Атомные города» и госкорпорации «Росатом». Его цель – вовлечь жителей городов присутствия госкорпорации в решение вопросов и проблем социального развития территории. Это потрясающий конкурс, потому что наша госкорпорация не просто заботится о людях, а заботится еще и о среде их жизни, то есть о городах и их пребывании. И выделяет деньги не только на работу, но еще дает возможность людям самим выбирать, на что потратить деньги. Но не просто дает, а дает их активным людям, тем, кто готовы бороться за то, чтобы и город развивался. И у нашего города есть реальная возможность получить миллион рублей от госкорпорации. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, достаточно иметь под рукой смартфон и 15 минут свободного времени, чтобы принять участие в голосовании. Большинство сотрудников ядерного центра уже приняли участие в проекте и внесли свой вклад в развитие города, выбрав сферу, в которую, по их мнению, нужно вложить миллион. В случае победы потратить выигрыш можно будет на образование, медицину, досуг, предпринимательство, обустройство городской среды, экологию, культуру или спорт. Все очень просто. Скачивается приложение, и в этом приложении нужно просто выбрать, что вы хотите, чтобы произвелось в вашем городе, и предложить, как вы готовы сами поучаствовать в этом развитии. Голосование проходит в специальном мобильном приложении «Гражданин страны Росатом». И на то, чтобы выразить свое мнение по вопросу развития города, остались сутки. 20 сентября – последний день голосования. Конкурс проходит в несколько этапов. И на первом этапе, который идет сейчас, необходимо, чтобы участие в голосовании приняло более 10% жителей нашего города. Потому что, если нас будет меньше, наш город просто вылетит из этого конкурса. И не менее 10% от проголосовавших должны ответить на вопрос, чем я готов помочь своему городу. То есть результат конкурса напрямую зависит от активности жителей. Приложение «Гражданин страны Росатом» можно скачать и в App Store, и в Google Play. Далее необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно с помощью своего аккаунта в любой из социальных сетей – ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Либо пройти регистрацию, заполняя специальные формы, следуя подсказкам на экране. Потом в меню «Наш город» выбрать «Саров». Теперь можно пользоваться всеми возможностями приложения. Участвовать в голосованиях, узнавать последние новости нашего города, ядерного центра и атомной отрасли в целом. Оставлять комментарии. Чтобы получить возможность управлять своим городом через сервис голосований, нужно лишь войти в соответствующий раздел. Это хорошая возможность для развития города. Для того, чтобы мы жили лучше, мы должны там участвовать. Потому что прилагают большие деньги на соцпроект. Это великолепно, здорово. Максим Нехаев – член молодежной комиссии при правкомер ФИАЦ Внеев. Он принимает активное участие не только в жизни градообразующего предприятия, но и Сарова в целом. Не хочу быть сторонним наблюдателем. Хочу организовывать, хочу делать, хочу воплощать личный и творческий потенциал наших горожан и свой собственный. Когда Максим узнал о том, что госкорпорация запустила конкурс, который поможет сделать наш город лучше, не смог остаться в стороне. Скачал приложение, выбрал интересующую сферу и оставил комментарий, на что необходимо потратить миллион. Я голосовал за сферу досуг, детский досуг. То есть я предлагаю создать новые площадки для детей, для того, чтобы они отдыхали, развивались и получали большое удовольствие. Я хотел бы старый район немножко усовершенствовать. Это Силкино, озеро Боровое. Вот этот район, я считаю, остро нуждается в новых площадках. Хороших, качественных, современных новых площадках. Второй этап голосования пройдет с 1 октября по 31 октября 2019 года. В нем жители города смогут определить конкретные направления в рамках той сферы, которая была выбрана на первом этапе голосования. То есть горожане сами смогут решить, на какой предложенный ими же социальный проект потратить деньги. Все города, присутствие госкорпорации, прошедшие во второй этап, получат по 1 миллиону рублей. А город-победитель второго тура ожидает суперприз. Но до него нужно еще дойти, а для этого необходимо уже сегодня скачать приложение и принять участие в голосовании. Потому что именно твой голос может стать решающим. С 12 по 16 сентября в Тамбове прошли финальные соревнования 5-й Всероссийской спорта-киады среди трудящихся. Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Российской Федерации и профсоюзы России. Спортсмены предприятий, организаций и учреждений померили силами в 11 видах спорта. О тех, кто защищал честь Федерального ядерного центра, расскажем в следующем репортаже. Более тысячи спортсменов-любителей съехались со всей страны в Тамбов, чтобы доказать право первенства. Состязания трудящихся проходили по нескольким видам спорта. Коллективы предприятий и учреждения мерили силами в баскетболе, волейболе, мини-футболе, а также гиревом спорте, легкой атлетике, перетягивании каната, плавании, самбо, настольном теннисе и шахматах. Для спортивных семей было предусмотрено прохождение туристической полосы. Честь Российского федерального ядерного центра в НЕФ и региона в целом защищали сразу 38 сотрудников из различных подразделений института. Прямой конкуренции у нас в области нету, именно у трудящихся. Мы уже четвертый год подряд одним своим коллективом представляем Нижегородскую область на этих соревнованиях. Мы берем лучших, потому что у нас проходит своя спорта-киада. То есть мы уже по результатам отбираем спортсменов. Соответственно, коллектив где-то на 50% периодически обновляется. В течение трех дней трудовые коллективы испытывали себя в ловкости, скорости и силе. В общей командном зачете команда сотрудников РФЯЦ в НЕФ завоевала 18 место. Шахматисты – 8, пловцы – 9, баскетболисты – 12. Выдающиеся результаты показали самбисты. Спортсмены привезли две медали в весовых категориях 68 и 100 килограммов. Дмитрий Марьясов занял первое место, Максим Илюхин – второе. Здесь не столько результат важен. То есть мы не за первыми местами гонимся, а именно достойно представить рабочий спорт на таких мероприятиях. Для наших спортсменов, в принципе, они довольны этими выступлениями. То есть они свой уровень знают, поэтому их это, в принципе, устраивает так же, как и нас. Тяжело бороться, к сожалению, с непорядочными коллективами физкультуры от некоторых регионов, которые возят действительно профессионалов, потому что вот у нас был прецедент. Сняли в борьбе человека, который участвовал в чемпионате России. Действительно люди, которые работают на производстве, после этого тренируются, ездят, соревноваться с профессионалами, которые там всю жизнь этим занимаются. То есть довольно тяжело. В госкорпорации «Росатом» 2019 год объявлен годом здоровья. В «РФИАЦ-НЕФ» всегда уделяли большое внимание спорту. Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение сотрудников в занятия физкультурой – одно из приоритетных направлений социальной политики ядерного центра. Три раза в неделю работники атомной промышленности тренируются, ходят в спортивный зал, расширяя свои физические возможности. Регулярно спортсмены «РФИАЦ-НЕФ» участвуют в различных соревнованиях всероссийского и международного масштаба. Они сами тренируются, сами себя развивают. Они ходят на тренировки, участвуют не только в этих соревнованиях. У нас же еще есть плавание, соревнования, мастерс, турниры по баскетболу, по каким-то другим видам спорта. Легкая атлетика тоже периодически выезжает на какие-то соревнования. Самое значимое мероприятие – это международные спортивные игры трудящихся и спортивный фестиваль, который проходит в Болгарии ежегодно. От Сарова выступило 8 спортсменов – это плавание и баскетбол. То есть плавание у нас наша спортсменка завоевала 7 золотых медалей, 2 серебряных, и баскетболисты заняли серебро, второе место. Приоритетное событие для сотрудников «РФИАЦ-НЕФ» от «МИАДА» – спорта-киада трудящихся к госкорпорации «Росатом». Региональный этап в очередной раз пройдет в Сарове. В мае будут определять сборную, которая отправится на финальное соревнование в Железногорск. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.nef.ru и в эфире канала «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин